Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, сегодня у нас такая политическая дискуссия в свете выборов в Ярпарламент, который в Латвии. Основной день выборов это суббота, 25 мая. Но, как мы знаем, что есть еще и предварительное голосование. С ним возникли заминки. Естественно, мы не только об этом будем говорить. И такая дискуссия, наверное, такой, может быть, редкий случай и у нас на радиостанции, что два действующих депутата парламента, а вот у нас представитель парламента Германии из Бундестага Вальдемар Герд представляет альтернативу für Deutschland. То есть это альтернатива для Германии. И представитель партии Согласия Регина Лочмолунева тоже баллотируется в Ярпарламент. Вальдемар Герд представляет партию Центра, список номер 14, а список номер 10 Регина Лочмолунева представляет. Еще, я так понимаю, партии Центра Норман Гроссенжи, студии. Добрый день. И вот, может быть, действительно мы начнем, во-первых, все-таки, даме нужно, я думаю, никто не возражает, первой дать слово. Во-вторых, только что закончилось заседание Сейма, Регина прибежала к нам прямо с пленарного заседания, возникли заминки сегодня, большие проблемы с голосованием. Это касается, наверное, всех избирателей, неважно, за какую партию они голосуют. Может быть, с этого мы начнем, потом уже пойдем по всем вопросам актуальным. Могу сказать так, ситуация на выборах Европарламента чрезвычайная. В Латвии. Да, в Латвии по меньшей мере. Дело в том, что сегодня из-за сбоя электронной системы люди лишены возможности проголосовать, что им было обещано все эти дни, во всех рекламах это прозвучало. Они не могут проголосовать на любом участке, потому что члены избирательной комиссии не могут проверить, проголосовали ли они где-то на другом участке или нет. И поэтому говорят, все, простите, мы не можем. Идите на тот участок, куда вас пригласили письмом, которое, как известно, почти половина жителей страны не получила, что еще больше усугубляет эту чрезвычайную ситуацию. В итоге оппозиция сегодня подала предложение внести срочные изменения в закон о выборах в Европарламент. Только что у нас состоялось два чрезвычайных заседания комиссии по делам государственного управления и самоуправлений, где мы эти изменения внесли и заслушали, были приглашены представители правительства, министерства финансов Центральной избирательной комиссии с отчетом о ситуации. Новая глава ЦВК, которую, как известно, только что заменили Циндерса, сказала буквально следующее в ответ на мой вопрос. «Будет ли завтра система работать?» Она сказала «Я не знаю». Мой вопрос, почему система не работает, было сказано так, что вчера система работала, но она зависла на 5 минут. Мы решили обратиться к разработчику с просьбой протестировать, почему она зависла на 5 минут. Они сделали апгрейд, в итоге система зависла вообще вся и целиком. Поэтому ничего не работает, никаких гарантий, будет ли она работать завтра – нет. Поэтому единственное, что мы можем сделать в этих условиях, это завтра продлить время работы избирательных участков на 3 часа. И участки завтра будут работать с 10 утра до 20.00. А голосовать можно на любом участке? Нет. Вернее так, никто не знает, что у нас ожидает завтра. Вот такой ситуации, к сожалению, я иначе как бардак это назвать не могу, особенно с учетом того, что творилось с рассылкой извещений о том, к какому избирательному участку ты приписал. Я сегодня целый день получаю письма и звонки от людей о том, что либо они не в списках на избирательном участке и так далее. И у меня реально проблема с одним молодым человеком, который инвалид, и он не слышит, и он может только… Ну, словом, говорит, если бы я мог зайти в какой-то там регистр, посмотреть, на каком я участке, он не может, ему надо позвонить. А он не может нормально коммуницировать, потому что он не слышит. И ему говорят, что если что, то я завтра с ним пойду вместе на участок, и мы будем пытаться выяснить, где же он все-таки сможет проголосовать. В общем, завтра участки работают до 8 часов вечера, но никто не знает, будут работать эти системы или нет, поэтому парламент, наша комиссия дала ЦВК задание, это просто как наказ. Сегодня они созывают срочную пресс-конференцию, и их задача через все общественные СМИ доступны информировать людей о том, как, каким образом завтра они смогут проголосовать. Естественно, главная возможность – это прийти именно на тот участок, где вы задекларируете свое место жительства, и которое должно быть указано, было в том самом письме, которое кто-то получил, кто-то нет. А кто-то не получил. Вчера Валстыни Момоденность разослал каждому, пожалуйста, не пугайтесь, открывая свою электронную почту, там у всех граждан Латвии будет письмо от Валстыни Момоденность, но там будет не по поводу налогов, а там будет просто извещение о том, на каком избирательном участке вы можете проголосовать. Ну, это может быть еще один сигнал к тому, что серьезно что-то надо менять в европейском системе, в европейском хозяйстве. Мы сегодня договорились, что оценивать ситуацию и оценивать соответствие, скажем так, главы ЦВК своей должности мы будем после выборов, сейчас мы просто сделали все возможное, чтобы хоть как-то облегчить людям возможность реализовать свое избирательное право. Да. Вот, господин Герд, может быть, тогда с вас тоже начнем, потом Регина. Вот что касается вот тех ценностей, которые вы бы хотели защищать в Европейском Союзе, не знаю, поскольку вы баллочировались все-таки от Латвийской партии, может быть, теперь с акцентом и на Латвию. Потом Регина тогда. Я думаю, ценности, они всем известны, на этих ценностях выросла европейская цивилизация. Это христианские ценности, консервативные, которые подразумевают традиционную семью, веру в Бога. Это ценности, которые вложены каждому народу изначально, то есть это любовь к своей земле, к своей нации. И, естественно, третье, с чем нам сейчас пришлось столкнуться, это жесткий европейский централизм, который мешает развиваться странам так, как они должны. То есть, как мат сейчас было сказано, бардак. Бардак – это контролируемый беспорядок. И, конечно, можно подумать, что все это случайно произошло, и прямо вот в это время случайно произошло. Складывается такое ощущение, что кому-то не очень хочется, чтобы латвийский народ высказал свое мнение по поводу ситуации, в которой оно находится. Я надеюсь, что мы все-таки дойдем до прагматичного, целесообразного концепта, консенсуса, в котором Европейский Союз может дальше развиваться, но только не в том, в котором состояние он сейчас находится. – Если вы позволите, я бы все-таки оппонировала и воздержала данную ситуацию от теории заговоров. И сказала бы так, то, что сейчас происходит на выборах в Латвии, является последствием именно системных ошибок в государственном управлении конкретно нашей страны. И, на мой взгляд, конкретно европейская практика управления могла бы нашей стране помочь. Поэтому наша партия согласия выступает за то, чтобы лучшие ценности, лучшие образцы управления страной, государством и, главное, экономикой были интегрированы в Латвию как раз и страны Евросоюза. Не соглашусь также в части ценностей, потому что, на мой взгляд, та идея, с которой создавался Евросоюз, если мы абстрагируемся от изначального желания снести границы для продвижения четырех основных позиций, то есть капитала, денег, услуг и людей, то у нас остаются замечательные ценности, провозглашенные совсем не в Библии, а провозглашенные в французской революции, которые выражались тремя словами, которые затем были развиты всеми демократиями мира – свобода, равенство и братство. И именно эти три слова лежат в основе любой демократии. Естественно, христианские ценности являются основополагающими для меня лично в области гуманизма, милосердия и человеческого отношения друг к другу. Этого в нашей стране тоже не хватает, на мой взгляд, и человечности, и милосердия. Но точно так же было бы здорово, если бы у нас было больше и равенства, и свободы, и братства. Нынешний Европейский Союз современный, естественно, дополняется сейчас ценностями устойчивого развития. Если переводить на простой язык, заботой о том, чтобы наша замечательная голубая планета осталась такой же голубой-зеленой для наших будущих поколений, для моих детей, внуков, правнуков. Поэтому я очень хочу, чтобы в Европарламенте, также в парламенте Латвии было больше людей, которые это понимают и продвигают эти ценности. Вы согласны со свободой, равенством и братством? Тяжело быть против таких постулатов, которые, в принципе, они полностью совпадают и с библейскими истинами, и с тем, в чем мы живем. Единственное, с чем я не могу согласиться, свобода, равенство и братство, ну, давайте его где-то разграничим. Вот свобода, есть ли у латвийского народа свобода развиваться так, как их историческое наследие им диктует? Ну, наверное, вот в таком огромном конгломерате, в который вошли сейчас все маленькие страны, этой свободы очень мало. Решение, если 80% решений принимает кто-то наверху, а мы свободно киваем головой, то это не свобода, простите меня, совсем не свобода. Если мы не выстроим отношения на паритете суверенитета и национального достояния каждого народа, уважающего себя, то этот конструкт рухнет. Советский Союз пробовал то же самое сделать, не получилось, даже при жесткой коммунистической системе не получилось, и не получится при капиталистической, в которой мы сейчас находимся. И это показывает, у нас одна страна за другой уже смотрит в сторону, как покинуть этот союз, добровольный якобы союз суверенных государств, ведь это было изначально. Если мы вернемся назад к этому постулату, добровольный союз суверенных государств, вот тогда сработает все, что мой оппонент сейчас сказал. Тогда мы с ней на одной стороне баррикад. Я не сторонник того, чтобы разрушить Европейский Союз и до основания, а потом. Это мы уже пробовали. Но вот ввести его в первоначальное состояние, для того, чтобы каждый народ почувствовал свою идентичность, у нас у всех есть свои положительные качества. Вот надо положительные сложить вместе от отрицательных отказаться. Хорошо, тогда у меня будет вопрос, а какие отрицательные качества? От чего мы должны отказаться в Европе? От централизма, от диктата Брюсселя. А какого именно? В каких областях? Во всех. Миграционный пакет – это детище, ну, будем говорить так. Здесь оставлена свобода выбора каждой конкретной страны. Слава Богу, что вы успели прочитать этот документ. Я думаю, если бы я не поднял этот вопрос за 4 дня до голосования, что этот документ есть, и его еще даже не перевели на латышский язык, вы бы просто проголосовали его, не дав возможность народу вообще знать об этом документе. О каком именно документе речь? Это иммиграционный пакет, о котором мы сейчас говорим. Это иммиграционный пакет, который, в принципе, разрушит цивилизацию европейскую. Да, подписали, многие подписали под давлением того, что, не будем так говорить, дотации Евросоюза, привязанной к квоте приема эмигрантов. Но это же шантаж. О какой свободе мы говорим? Я сам должен решать, кого я принимаю к себе в дом. Вы не получите определенных вот таких вот преференций, если вы не согласитесь с квотой народа, который вообще-то здесь совершенно не нужен. Вот это как раз то, чего не надо было начинать в Европейском Союзе. К сожалению, это факт. Мне кажется, говоря о каких-то вещах, которые касаются экономики, проценты безработицы, нехватки рабочей силы, дисгармоничного дисбаланса в поколениях, которые сейчас наблюдаются в Латвии, нужно обладать определенными цифрами, хотя бы статистикой. Сейчас мы находимся в такой стадии экономического развития, когда у нас реально не хватает рабочей силы. Я вам скажу, где ваша рабочая сила? Можно я продолжу? Значит, и уже в данный момент у нас здесь очень много сезонных работников из той же Молдавии с румынскими паспортами, украинцев и так далее, и так далее. У нас здесь обучается огромное количество иностранных студентов, которые подрабатывают. Мы недавно им позволили работать не 4 часа в день, а 8 часов, значит, не 20 часов в неделю, а 40 часов в неделю. И я тот человек, который всегда привык смотреть реальности в глаза. И если мы говорим о христианских ценностях, то, например, есть такая замечательная страна Ливан. Она христианская, там живут христиане. Она находится на границе между двумя болевыми точками, между Израилем, где свой конфликт, давно-давно тлеющий, и воюющий Сирией, и которая просто там беженцев сейчас больше, чем реально самих жителей. И они говорят, мы готовы этих людей, их приютили как христиане, и они им помогают как могут. Я была в этих лагерях, видела этих детей, которых обучают старшие дети, которые, там, пару девочек ходят в школу, и обучают толпу малышей. Поэтому, когда мы говорим о каких-то абстрактных мигрантах, мне кажется, всегда нужно видеть реальных людей и понимать, что масштабы проблем действительно огромные. И именно вот эти вот три слова, которые я сегодня сказала, свобода, равенство и братство, заключается в том, чтобы мы все эти проблемы могли решать сообща и дипломатично. Мне кажется, именно возможность договариваться, вместе принимать решения о том, как мы эти проблемы решаем, есть главная миссия Европейского Союза. Потому что, на самом деле, то, что происходит с Британией, с Brexit, честно скажу, Абик, я благодарна судьбе, что меня просто втянули в эту историю с Евросоюзом. Я не планировала балансироваться, скажу честно, даже не думала на эту тему. Да, я узнал, Регина, все-таки дадим возможность Вальдемау сапонировать, потом продолжим. Я не до конца понял ситуацию по эмигрантам. Если я ее правильно понял, то, да, если нет, значит, мы сделали все, чтобы наши рабочие руки, трудоспособное население разъехалось по всей Европе. Это кто? Вы сейчас о Германии говорите? Нет, я говорю сейчас о Латвии. И говорим о том, что мы готовы принять эмигрантов и не видим в этом никакой проблемы. Что это, я забыл это слово русское, как вы его назвали, персонально надо. Скажите по-немецки, я переведу. Смотрите, я персонально вам говорю о эмиграционном проблеме. У меня в стране, в Германии, 46 тысяч криминальных действий за год и только официально обозначенных, и это реальные цифры. Да, поэтому я думаю, что вам было бы хорошо говорить о Германии, а я буду говорить о Латвии. Да, и вы хотите, чтобы это состояние пришло в Латвию? Кто это сказал? Ну, я так понял, что надо же быть солидарным с Европейским Союзом и надо поддержать тех людей, по примеру Ливана. Просто немножечко не знать реальной ситуации, что происходит в Латвии. Дело в том, что Латвия согласилась, в свое время у нас, мы выполняли квоты по мигрантам, но ситуация такая, что у нас холодная страна, северная, с не очень благоприятным, привычным для выходцев из Юго-Восточной Азии, из Африки климатом. И плюс у нас реально люди получают очень мало, и поэтому они сюда приезжают, видят, что здесь совсем манна небесная, у нас все эти мигранты просто разбежались другие страны Евросоюза. Поэтому для Латвии эта проблема совершенно не актуальна, а проблема с тем, что главная проблема, вы правы, в том, что Латвия на сегодняшний день является главным экспортером, одной из главных экспортеров наряду с Литвой и Польшей, рабочей силы для Европы. Причем сегодня господин Иепс на дискуссии мне сказала, что мы являемся поставщиков мозгов. Не совсем так, мы являемся поставщиком, в первую очередь, рабочей силы, и амплитуда профессиональной качества рабочей силы, она очень-очень разная. От простых рабочих, которые работают, грибы выращивают на фермах в Ирландии, собирают клубнику, до действительно эти специалисты высочайшего класса, которые решают те задачи, которые могут решить всего там несколько десятков человек в мире. Да. Приверемся буквально на одну минуту, на дверь режиссер подсказывает, небольшая короткая пауза, без новостей на рекламу, не переключайтесь. Еще раз добрый день, Владимир Герта, список номер 14, партия Центра, Регина Лочима-Луниова, список номер 10, партия Согласий. Еще раз добрый день. Вот действительно мы так вот прервались на фоне этой дискуссии, не хотелось бы, хотя эта проблема действительно очень важная, что мы говорили только о иммиграции или о беженцах. Еще одна важная тема, которая волнует, наверное, всех жителей Латвии, граждан и неграждан, это то, что вообще мы можем ожидать от Европейского Союза. Есть разные политики, кто-то говорит о том, что можно добиться через Европарламент чуть ли не единых пособий и зарплат на всем Европейском Союзе, по крайней мере, какие-то минимальные ставки. Мне кажется, это, по-моему, нереально. Это огромное заблуждение. Я могу сказать так, что как Маргарет Тэтчер в своей книге «Искусство управления государством» назвала вообще Европейский Союз классической утопией, могу сказать, что классической утопией являются именно вот эти утверждения о том, что через Евросоюз мы можем добиться одинакового уровня зарплат, пособий и пенсии на всей территории Советского Союза. Нет, нужно говорить по другому, что должна быть одинаковая формула, одинаковый подход к некому соответствию, привязке минимального гарантированного прожиточного минимума в стране к средней зарплате, к уровню ИКП на человека. Там этих формул может быть очень и очень много. Самой главной является идея смены вектора главного приложения сил Евросоюза с финансовой дисциплины на социальную область. На социально ориентированную, да? Да, на социально ориентированную, для того, чтобы мы шли на большее выравнивание социального уровня благосостояния жителей в разных странах Европы. А что можно добиться вообще в Брюсселе? Значит, в партии центра сейчас идет Брюссель работать над тем вопросом, который наши уважаемые депутаты как из оппозиции, так и из оппозиции 15 лет не решили. То есть, Латвия получила крайне дискриминационные условия членства в Европейском Союзе. То есть, мы получаем значительно меньше, чем, скажем, Польша, которая вступила в Европейский Союз по тому же самому договор. И это можно перечислять вот такие моменты весь оставшийся эфир. Значит, мы просто подчеркну, что у нас, как у партии центра, как у, скажем, христианской, консервативной, патриотической партии, наверное, первая задача это действительно добываться и добыться вместе с теми сотнями депутатов, которые сейчас туда придут из патриотических партий, из «Алтернативы для Германии». У нас ведь в списке тут Валдемар Герт, который сейчас у нас тоже в студии депутат Бундестага от АФД, «Алтернативы для Германии». Мы, значит, хотим добиться более справедливого, в идеале вообще справедливого Европейского Союза. И, значит, для этого, да, надо поменять всю архитектуру, потому что до сих пор решение там, в Европатламенте, принимали две главные группы. Это, значит, если перевести малатвийские термины, это «Согласие» и «Единство» Европейской Народной Партии и Партии Европейских Социалистов, плакаты, которые вы видите сейчас на улицах Риги, значит, как реклама, в том числе и «Согласие». Значит, и, как показывают исследования нашего института, исследования будущего Латвии, значит, оплаченные, кстати, Европейским парламентом, значит, совпадение голосования между этими группами в Европейском парламенте было 94, иногда 95 процентов. То есть, значит, «Согласие» и «Единство» это правда, и даже не проводится это отрицать. Какое именно «Согласие» вы имеете в виду? Мамыкина? Ваших депутатов, которые сами поставили список, которые были 10 лет назад, а вы сами выбрали своих депутатов, поставили их список, они голосовали, они вошли в Европейскую, это самая народная, значит, в партию Европейских Социалистов. Значит, и там голосовались единственным, при совпадении 94 процента. Как вы выбираете своих депутатов, это ваша партийная ответственность, значит, вы своих людей знаете. Да, которую мы осознали, и теперь у нас… И что, у вас теперь что-то лучше, да? Что? У вас что, лучше теперь, да, Сюмамыкин? Однозначно. Вот я не думаю, что сейчас лучше, потому что у вас там… Их же будут снимать сейчас с высокой степени вероятность просто по уголовным процессам, значит, вся Рига разбазарена, да? У меня такое ощущение, что среди людей, которые принимают участие в дебатах и среди журналистов, просто огромное количество людей, которые имеют доступ к уголовным делам, следователей, судей, которые выносят приговоры, да? Просто. Давайте сделаем так. Поспорьте со мной на миллион, да, что Ушаков будет арестован. Давайте поспорим, Норманд. Начнем с вопроса, есть ли у вас миллион, а потом просто вы со мной поспорите. Это несколько некорректно, да? Это некорректно утверждать такие вещи, которые вы утверждаете. Нет, я сказал, что существует высокая степень вероятности. Что в этом? Не право. Существует высокая степень вероятности, что любой из нас завтра умрет. Давайте так. А теория вероятности, это вообще, вот сродни... Давайте, значит, тогда вот уж не немножко простой вещь, значит, в современном состоянии дел о том, что происходит сейчас. Я вам задам вопрос о том, что происходит сейчас. И на этот вопрос надо будет ответить не только, значит, вам, но также всем латвийским избирателям на этих выборах. То есть, просто два варианта вопроса. Значит, вы к ним хорошо подготовлен, потому что я лично это вчера спросил у Андриса Америкс, и он ответил. Значит, есть два варианта. Значит, вы считаете, что вор должен сидеть в тюрьме, или вы считаете, что вор должен сидеть в европейском парламенте? Ваш ответ. Дорогой Норманд, если бы вы внимательно ознакомились с Уголовным административным кодексом Латвийской Республики, то вы бы убедились, что как раз есть такие люди, которые, допустим, украли конфетку. Они должны сидеть в тюрьме? Должен ли сидеть в тюрьме человек, чья вина не доказана, и который подпадает под статью с отворцем, предполагающую презумпцию невиновности? Да. Поэтому оперировать здесь блатным жаргоном, которым место в разговоре, скажем так, заключенных, я бы не стала. Я бы вела эту дискуссию цивилизованно и на основе тех законов, которые действуют в нашей стране. То, что сейчас происходит, я понимаю, что это предвыборная кампания, но это сродни психическим атакам, НЛП и всему остальному. Давайте просто быть корректными по отношению к людям, которые нас слушают, которые уважают тех людей, которые стояли у руководства города и стоят до сих пор в течение последних десяти лет, которые сделали огромное количество хороших дел для этого города, и будем понимать, что, естественно, это очень не нравится тем людям, которые хотят сменить власть в городе. Поэтому я бы рекомендовала вам быть осторожным в своих выражениях, потому что я с таким же успехом могу сказать, что всем этим рискам подвержены вы тоже. Я думаю, что вообще вы агенты спецслужб здесь сидите, оба. Значит, спасибо за ваше мнение. Вот партия Центра действительно всегда придерживалась, я думаю, весьма четких, ясных позиций по всем вот этим вопросам. Я гражданин, я всю практически свою сознательную жизнь жил в Риге, и в таком плохом состоянии Рига никогда не было. Поэтому, значит, я уровень руководства этого города, вот такое мое честное мнение. Значит, мосты не разваливались. А у нас разваливаются мосты? А вам слышно? У нас разваливаются мосты? Ну, их почему-то останавливают, трамвай не ходят. Еще раз, мосты в городе были построены в советское время. Да, да, я понимаю. Большинство из них за эти годы не ремонтировались. Понимаете, я политик трагогал. Лорма, давайте вы не будете говорить так же о вещах, о которых вы ничего не понимаете. А давайте по очереди говорите. А то, значит, вы будете говорить про Европу, про которую вы тоже так себе понимаете. Вообще не вопрос. Продолжайте. Ну да. Ну вот, понимаете, вот такой метод дискуссии, кто в чем понимает, я думаю, слушатель сам решит, кто в чем понимает. Слушатель сам живет в этом городе. Конечно. Он видит, как и я. У нас люди не дураки. Конечно. Вот как раз вот в этом плане. Давайте мы все-таки перейдем чуть-чуть. В этом плане мы абсолютно солидарны. То есть, выбиратель решит, кто должен сидеть в Европейском парламенте, это действительно решит латвийский избиратель и будет с этим выбором жить пять лет. Однозначно они это сделают и уже делают. Да. У нас, кстати, происходит предварительное голосование. Возвращаясь все-таки к Европейскому парламенту, многие, наверное, обратили внимание на не очень эффективную работу Европейской комиссии. Именно. Понятно, что там ну и господин Юнкера отметился. Да, так сказать, что тут можно поменять и вообще какова должна быть модель руководства Европейским Союзом, может быть, Регина и потом Вальдемаха. Ну, на мой взгляд, есть еще один такой маленький нюанс. Не все знают, что у представителей национальных правительств есть право вета по очень многим вопросам в Европарламенте. И кроме Еврокомиссии есть такой замечательный орган, как Совет Европы. Причем есть один Совет Европы, другой Совет Европы. Но он не главный государственный, да? Да. И наше правительство, латвийское в том числе, почему-то умалчивает, что по каким-то вопросам, а у них действительно есть это право вета, у них есть право голоса, да? По очень многим вопросам, которые касаются в том числе и законодательных инициатив, которые обладают не только Европарламент, но и Еврокомиссии, Совет Европы и так далее. И поэтому существуют определенные моменты, по которым большую роль может играть именно правительство. Поэтому мне кажется, во всех этих предвыборных дебатах не прозвучала очень важная мысль ни у одной из партий. Для любой партии в Латвии, из-за того именно, что мы маленькая страна, очень важно иметь сильнейшее представительство на всех трех уровнях власти, на муниципальном, региональном, потому что роль регионов, в том числе в получении еврофондов в Европе, мы очень надеемся изменится и усилится по как раз таки польскому образцу. Второе, представительство на парламентском уровне, для того, чтобы иметь возможность влиять на поведение стран-участниц ЕС на национальном уровне, потому что уровень независимости до сих пор очень велик, и у каждой страны огромная часть суверенитета сохраняется и сохранится в ближайшее время, несмотря на желание в том числе нашей социал-демократической группы усилить федерализм, как раз таки для того, чтобы лучшие стандарты и стереотипы Евросоюза были внедрены в Латвию. И на третьем, и только тогда сыграет этот третий уровень. У нас пока получается, у нас поэтому люди не понимают, зачем выбирать Европарламент, потому что у нас все эти уровни власти разъединены, и Европейский парламент говорит, мы ничего не можем сделать, нас там только восемь человек, а Европарламент говорит, мы ничего не можем сделать, потому что она спускает директивы, на самом деле все можно сделать, если человек активен, и у меня, например, огромный упрек в отношении нашего же Валдеса Домбровского, автора нашего успеха в отдельно взятом государстве, мне кажется, он слишком мало нам рассказывает о том, что он сделал для блага Латвии, в том числе на посту Еврокомиссара. мне очень понравилось, Регина, вот ваше высказывание до этого о том, что нам надо дифференцированно подходить к каждому государству в области прожиточного минимума, зарплаты и прочего. Конечно, потому что цены разные, прожиточные минимумы разные, цены на коммунальные услуги разные в каждой стране. И, кстати, вот это было тогда, когда у нас были национальные валюты. Эта формула была у каждого государства своя по переводу, пересчету. И зачем было создавать нам одну валюту для того, чтобы вернуться к формулам пересчета и для того, чтобы потом выдумывать в Европарламенте Европа разных скоростей, так они назвали последнюю стратегию выхода из этого бреда, в которой завели сами себя вот это руководство еврогруппы этой, которая пытается все больше и больше и больше на себя компетенции и полномочий и прочее. Не будет этого, не получится этого. Нам надо наоборот сейчас сделать. Мы должны объединиться в вопросе наружных границ обороны, внешней политики, потому что все-таки мир глобальный. То есть вы за федерализмом все-таки? Нет, это за функции, которые должны остаться там, но мы должны вернуть назад полномочия. Там просто денег побольше нужно на фронтах. Да нет, ничего не поменяется. Ну как это ничего не поменяется? Там просто распределительный механизм никогда не будет в пользу маленьких государств. Я точно считаю, что нужно ликвидировать европейскую жандармерию, эти средства направить на усиление погранконтроля и фронтах. Здесь мы с вами одинаково. Мнение замечательно. Я считаю, что главная проблема Латвии. И к концу нашего эфира мы... Приглашайте в Бундестаг, я как раз по-немецки говорю. Я вас приглашаю в партию Центр. Вот там нам такие специалисты нужны. Я не изменю свои партии. Давайте не будем говорить нет, пока я... Но если мы говорим об экономике, я считаю, что главная проблема Латвии это то, что мы никак не можем определиться концептуально. Мы на стороне сторонников рыночной экономики Фридмана и Хайка или мы на стороне государственно управляемой экономики, которая, кстати, заразилась как раз таки в Германии для того, чтобы побыстрее поднять страну из руин после Второй мировой войны. И когда... Если бы Латвия определилась, то было бы абсолютно четко, понятно, что делать в каждой конкретной ситуации, в каждый период экономического цифра. Верните Латвии суверенитет в области решения своих экономических вопросов и проблем с точки зрения защиты интересов своего народа. Все станет на свои места. А возможно вообще... Я сторонник системного подхода. Нельзя исправить какой-то организм, не понимая, в каком состоянии он находится. Поэтому при внесении любых моделей извне всегда оканчивается краном. Организм находится в состоянии лихорадки. Чукот, чукотки, нет, никак называется еще одна проблема. У вас биологический подход. Системная теория тоже есть. Но лихорадит этот конструкт. Его лихорадит очень сильно. Если мы сейчас не припримем меры против этой лихорадки, то мы же будем опять под обломками вот этой империи. А вообще возможно равенство в Европейском Союзе, потому что все же мы реалисты, мы понимаем, какая экономика в Германии, во Франции. И как ее сопоставить с Латвией? Понятно, что эти страны будут все равно играть ключевую роль и что-то нам диктовать. Сейчас вообще наступает на мой взгляд очень интересный период с возможным выходом Британии. То есть опять возвращается статус-кво, что определяющей силой в Европе становится Франция. Макрон недаром его тут награждают всем, чем только могут. И все говорят о том, что Франция претендует как бы особенно с ослаблением Меркель на роль лидирующего насчет лидера в Евросоюзе и все эти идеи... Экономически больно, что не потянет. Что? Если желтые... Именно идеологии. Они хотят определять по политику основные линии. Если желтые жилеты позволят ему еще долго там руководить уже... Ну, вы видели, как он расправился с желтыми жилетами совсем не военными даже в принципе методами, а просто игнорированием. И французы как бы не готовы к продолжению. То есть знаете, я вам скажу, что, к сожалению, французы и желтые жилеты и они оказались индусами, которые по непротивлению злоносили все равно смогли скинуть британское иго. Французам это не удалось. Остается мало времени. Давайте попросим наших участников в дискуссии как-то обратиться к избирателям, наверное, Вальдемар и потом Регина. Я бы хотел всех сейчас, всех, кто слышит, всех, кто смотрит, призвать прийти на выборы и все-таки проголосовать. Потому что решение, которое будет приниматься сейчас во всем, во всех странах, оно судьбоносное для европейской, христианской культуры и для европейской цивилизации. Если мы сейчас пропустим этот момент, я очень переживаю, что следующего может не быть, потому что обстановка накаляется очень серьезно. Нам надо срочно всем объединиться, всем, кто хочет жить в свободной Европе, в христианской Европе, хочет, чтобы дети выросли без войны и проголосовать за консервативные реформаторские силы, которые придут в Европарламент и приведут его в изначальное состояние, чтобы каждый народ мог развиваться так, как он должен развиваться. Я бы тоже хотела обратиться к вам, дорогие радиослушатели, все, у кого есть право голоса, кто является гражданином и имеет возможность прийти и проголосовать. Пожалуйста, придите и проголосуйте. Я не буду вас даже призывать голосовать за наш список, за номер 10, за согласие, но просто хочу, чтобы вы подумали о последствиях вашего выбора, потому что на самом деле это не выборы в Европарламент, это тест, индикатор на то, остались ли в этой стране люди, которым не все равно то, что происходит. И хотите ли вы, чтобы в дальнейшем ваше право голоса и ваша возможность иметь своих представителей на всех трех уровнях власти и муниципальном, и парламентском, и в Евросоюзе, чтобы она осталась, чтобы мы не сдали то, что мы завоевывали все эти последние годы. Могу сказать о нашей партии так. Да, у нас сейчас нам тяжело и непросто, но мы станем лучше, и мы выздоровеем, а исправить эту ситуацию будет невозможно. И вот как сейчас мой оппонент похихикал, вот точно так же будет хихикать те, кого вы просто не любите, мягко выражаясь. Это да. Поэтому, пожалуйста, придите и проголосуйте, и желательно за согласие за список номер 10. Ну, у избирателей, слава богу, в этот раз есть выбор, то есть, есть партии центра, 14 список, значит, четко, традиционная ценность, традиционная семья, ни однополый брак, который нам предлагает левый, ни гендерная идеология, то есть, это христианский, консервативный, здоровый подход. Да, ну, 25 выборы, и завтра до 8 часов, я так понимаю, будет работать участки. Да, еще раз напомню, сегодня СЕИМ внес срочные поправки в закон о выборах Европарламент, продлена работа избирательных участков завтра, конкретно, в пятницу, до 8 часов вечера. К сожалению, Центральная избирательная комиссия не может до сих пор ответить на вопрос, будет ли завтра возможность проголосовать на любом участке, потому что у них зависли программы, но завтра, с 10 до 8 часов и, естественно, в субботу, в день выборов вы сможете проголосовать на том участке, где у вас задекларировано место жительства и приглашение, на которое вы должны были получить. Спасибо большое.